здравствуйте уважаемые союзники наша съемочная группа светлана ладина и оператор алексей черных приветствует вас а угадайте из какого города конечно глядя на этот водный канал и на галерею мостиков особенно вот на этот мост изогнутый вымощенной брусчаткой вы можете решить что мы находимся в санкт-петербурге но мы в казани об архитектурном сходстве этих городов написано немало статей и конечно в них отмечаются модные тенденции разных периодов и веяния в архитектуре которые повлияли на это сходство но нам кажется что можно вот в этом родстве видимом разглядеть духовную основу у санкт-петербурга и казани общая сугубо почитаемая святыня казанская икона божией матери и молитвы которые возносятся перед образом заступница усердной рода христианского наверняка выразились и вот в таких участках городов которые говорят о родственности этот канал называется булак право булачная улица лево булачная улица и так напоминает это все и мойку и фонтанку и канал грибоедово в санкт-петербурге в казани с историей обретенной в 1579 году чудотворные иконы царицы небесной прежде всего связаны богородица казанский монастырь впоследствии построены на месте пепелище где была явлена святыня находившийся рядом храм николы тульского туда жители казани первым делом внесли чудесную икону чтобы совершить перед ней молебен в наши дни храм восстанавливается и в течение полутора десятков лет с момента обретения первоявленный образ пребывал в храме благовещения пресвятой богородицы построенном по указу царя иоанна васильевича грозного благовещенский собор на территории казанского кремля кафедральный храм согласно древней традиции в его стенах похоронены почившие архиереи которые возглавляли казанскую епархию в разные исторические периоды о реконструкциях древнего храма напоминает чугунный пол отлитый на демидовском заводе на одной из плит значится год 1746 и буквы которые поначалу воспринимаются как латинские на самом деле это церковно-славянские веди твердо зело верхний тагильский завод 4 ноября рано утром в благовещенский собор привозят один из древних списков казанской иконы божией матери чтобы пронести его крестным ходом к месту обретения святыни для всякого православного русского человека для всякого верующего человека христианина это день особой благодарности царицы небесной за избавление от смутного времени в музее казанской епархии сегодня открывается выставка посвященная патриарху гермогену скажите пожалуйста несколько слов о его роли патриарх гермогена человек удивительной судьбы герой настоящий лидер духа такой сейчас лидер общественного мнения вот он настоящий был лидер общественного мнения для конца 16 начала 17 века недаром он был избран патриархом очень сложное время и благодаря его верности стойкости его мужеству его такой непреклонной решимости за сохранение веры православной и целостности государства народ за ним пошел он ему поверил и и вот эти письма которые он посылал эти грамоты которые распространялись прежде всего из казани ведь самое удивительное что казань которая была присоединена к русскому царству за несколько десятилетий до этого стала таким оплотом российской государственности начале 17 века то есть отсюда пошло движение с богородицей вместе русский народ освободил страну от иноземцев и от иноверцев им дал еще много времени на развитие нашего отечества и в этом во всем заслуга патриарха гермогена потому что именно он как получатель иконы свое время из пепелище знал все ее чудеса знал ее силу знал ее дух и этим духом пытался также направить и верующий народ мы живем в стране с огромной тысячелетней историей которой много героев духа и среди них очень ярко светит имя святителя гермогена нашего казанского жителя нашего казанского митрополита нашего святейшего и святого патриарха всероссийского преемника священно мученика ермогена на казанской кафедре митрополита ефрема также сегодня вспоминают с благодарностью за стойкость и мужество за любовь к богу и отчизне мы пришли на чтобы почтить мое память тех воинов и патриарха нашего и рамагена митрополита ефрема и тех кто послужил для сохранения отечества нашего и православия в нашей стране на флаге митрополита ефрем венчавший на царство михайлович романова это продолжатель дела патриарх и рамагена в то время когда патриарх и рамаген был мучен в темнице митрополит ефрем в казани находился он был по сути вместо блестителя Патриаршего престола, здесь, будучи в Казани, это он благословил казанским списком народное ополчение, казанский отряд. И с этим казанским списком ополчение пришло в Москву и одержало в обеду милости Божьей вступление Пресвятой Богородицы. В числе флагов, которые обращают на себя особое внимание, тот, который несут казаки. На первый взгляд устрашающий, на самом деле, дающий отчет об уповании каждого христианина, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Это не просто знамя, это знамя атамана Бакланова, который воевал на Кавказе. То есть была русско-кавказская война, он принимал участие под этим знаменем. То есть это не только наше знамя, это вообще общепринятое казачье знамя. Днем исповедания веры. Днем исповедания веры. Это не череп, как это всем кажется, это голова Адама. И написано символ веры. Казанская икона Божьей Матери – заступница усердной рода христианского, спасительница России и в XVI, и в XVII, и в XX веках. И вот сегодня мы в торжественной процессии пройдем по улицам Казани до места ее обретения, до Казанского монастыря, где состоится божественная литургия. И, идя по улицам Казани, мы будем прославлять Матерь Божию, также и святителей казанских, святителей Ермогена, бывшего митрополита Казанского, а потом патриарха Всероссийского, святителей Ефрема и других святителей казанских. Соном архипастерей и священников и порядка пяти тысяч мирян с молитвой к Божьей Матери шествуют по улицам Казани. Дождь, снег и пронизывающий ветер двух предыдущих дней к празднику сменились на тишину – морозную, укрытую белым снегом. На территорию Богородицы Казанского монастыря святой образ вносит уже без украшенного цвета Микеота. Именно такая, малого размера икона и ее списки явили великое множество чудес в нашем Отечестве, подавая милость Божию в самых разных бедах, болезнях, смутах и войнах. Икона возвращается на свое место, и сразу устремляется к ней поток людей, просящих и благодарящих, плачущих и радующихся перед заступницей усердной рода христианского. ПЕСНЯ 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 Дорогой Владыка Кирилл, дорогие Владыки, отцы, братья и сестры, с праздником всех вас поздравляю. И, конечно, в первую очередь спешу передать вам слова приветствия и благословения у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который направил меня сегодня принять участие в этих торжествах. Сегодня Святейший Патриарх совершает литургию, как сказал уже Владыку, в сердце нашей страны, в Кремле, в Успенском соборе. А мы сегодня здесь, на страже в городе Казани. И на самом деле это великая радость, на Казанскую быть в Казани. Потому что на Владимирскую, во Владимире не получится, Владимирская в Москве хранится, на Донскую в Ростов не приедешь, Донская тоже в Москве хранится. А вот на Казанскую приехать в Казань и утешиться от совместного общения, от того, что мы, взирая сегодня на этот многолюдный крестный ход, который сегодня прошел из Казанского Кремля сюда, на место обретения Казанской иконы Божьей Матери, на то место, где когда-то было пепелище, а сегодня величественный храм. Это великая радость и великое утешение для всех нас. И мы сегодня в первую очередь свои мысли и свое сердце, сердечные чувства отправляем в тот далекий 17 век, когда Россия, наше государство находилось на грани своего исчезновения, на грани свободы. И, конечно, мы понимаем, что прошло уже 400 лет, и как будто бы уже народ наш не тот. Но мы видим, что сегодня происходит, даже в этих очень сложных условиях, условиях проведения спецоперации, мы видим, как молодые люди, как будто бы ничем не прославившиеся здесь в мирское время, они идут туда и становятся там героями России. Мы сегодня с вами выйдем на улицу и увидим, что над нами чистое небо. А это чистое небо дается ценой жизни тех людей, которые сегодня зимой, когда наступила зима, находятся в окопах, ценой тех людей, в том числе и казанцев, которые отдают свою жизнь. Как некогда люди, которые шли в народном ополчении, они были готовы отдать свою жизнь за своих соотечественников, но не готовы были отдать свою веру. И они постояли и сохранили свою веру. Хотя многие посулы были для властимущих и для простых жителей нашего государства. И в сегодняшний день, здесь, предстоя перед казанским образом Божьей Матери, мы с вами твердо надеемся и верим и знаем, что мы вместе с Пречистой Богородицей все превозможим и всем победим. И, конечно, в первую очередь победим самого себя, свои внутренние страсти, потому что без нашей чистоты внешняя победа не принесет никакой пользы. Эти события должны быть поводом для того, чтобы мы могли посмотреть в свое сердце, увидеть там ополчение и победить его. И только тогда мы сможем победить ополчение внешнее. И еще о внешнем и внутреннем. Одно из внешних выражений любви к Божьей Матери в Казанской епархии – традиция народного пения на богослужениях, на всеночном – песни Богородицы, на литургии – тропаря заступница усердная и молитвы «Царица моя, приблагая». Это именно общая молитва – «Едиными усты, единым сердцем» – о ней. И о духовной связи городов, живущих под покровом Казанской иконы Божьей Матери, мы спросили отца протодиакона Симеона Белецкого, которому довелось нести служение в Богородице Казанских соборах в Санкт-Петербурге и Казани. Сложно соединить красивое пение с молитвенным пением. Это такая золотая середина, которая достигается как? Как всегда говорил я, и не перестану упоминать того, что пока дьякон сам не начнет молиться во время служения, не пойдет ни музыка, не пойдет ни пение, не пойдет, естественно, молитва. Когда ты говоришь «Миром Господу» и их сердца воспламеняют, и они молятся вместе с тобой. Вот когда соединяется молитва, получается все – и музыка, и терпения хватает. Парюшка, еще несколько слов про роль Казанской иконы Божьей Матери в вашей жизни. Все-таки для Петербурга Казанская покровительница, но для Казани само собой. Это очень трогательный для меня вопрос. Это вся моя жизнь. Вся моя жизнь связана с Божьей Матерью, а именно и с Казанской. Не шутка ли, да, меня перевели из Казанского, вернее, я сам перешел. Так случилось. По благословению Божьему, по благословению моего духовного отца, из Казанского собора и в Казанский собор. Но в Казани Божья Матерь – это в моей жизни большее, что есть. Большее из всего. И я очень благодарен. Божья, по благословению моего духовного отца, Субтитры создавал DimaTorzok